Я землю не увидел, я не понял расстояния и в этот шип копчик, а по лицу зубить не будете за то, как я выпрыгнул? Леша, как можно? Нет, ну в том, что дело в том, что... Поздравляю, очень хорошо. Спасибо. Вот в закатах я расскажу про юности. А на копчик я ушел. А ты это давил выше? Я, понимаешь, дело в том, что я пытался сориентироваться, как мне Ламиц говорил с утра, что типа туда-сюда я не увидел длину, то есть я не увидел высоту, я не понял. Я не понял высоту и поэтому я начал давить и потом я тебя уже услышал. Спасибо. Понравилось? Да, было здорово, но вначале я уханул. Я потом второй раз остановился, но вы уже начали тянуть, я бы хотел тебе показать, что я еще раз, то есть еще один запрыг будет, но потом уже... Дело в том, что если бы ты отпустил, у тебя клюнул бы купол и ударился об землю еще сильнее. И его очень рано задавил, и поэтому когда ты чуть начал опускаться, подавить надо было до конца. Ну, и он мне так сказал, и даже если начал уже тормозить, и теперь что-то происходит, то... Улыбку, супер! А с выпрыгом? Леш, твердо, пятерко. Очень, потому что я понял, что я стормозил, я думал, что... Ну, то есть как бы я начал, я раз-раз потом что-то затушевался, я хотел показать, что типа давайте еще, но уже чувствую, что все понеслось и уже поздно метался. Леш, отделился, падал очень хорошо, видео будет замечательное. Ну, я вообще, я как понял, я как почувствовал вот это вот, само ощущение, что ты лежишь, и что тебе не надо напрягаться, и ты морду туда тянешь, тебя забрасывает, то есть... Это вообще охерительно, это вообще охерительно, просто ты лежишь, и так вот тебе, можно сказать, воздух тебя ласкает, можно так, можно так это назвать, голосовки, да, это все на коверах, ну ладно. Леша, берешь звук. Леша, смешно, да нет, просто, знаешь, эти ощущения, ну, куча, я посадил, аж зубы колоснули. Давай мы петелечку соберем, петелечку, бесконечную петельку.